Оксана, здравствуйте! Здравствуйте, да, здравствуйте, Виктория, да. Как стать целостной личностью? Давайте поговорим немножечко под другим углом, потому что целостную личность можно подать по-разному, да, и подходы к ней будут разные. Это, если в срезе моего курса, это, например, звучит полностью раскрыть себя, раскрыть свой дух, исцелить душу, да, собрать свое творческое ядро, чтобы полностью восстановиться, да, и раскрыться в своем предназначении, призвании, да. Это вот, скажем, тоже звучит как громкие слова, и я хочу пойти через такой срез, который будет, наверное, всем понятен. Это понятие совесть. Когда человек исходит по отношению к миру из совести, да, получается, что он уже автоматически становится целостной личностью, потому что он в каждом своем действии, в каждом своем поступке, в каждом своих переговорах, в каждом своих отношениях действует по совести. Он всегда ставит себя на место собеседника, на место, как бы, партнеров, да, вот во всех проектах, во всех процессах, во всех на улице, рукопожатиях, в магазине с продавцом, с мамой, с бабушкой, там, с детьми, с кошками, с собаками, с деревьями, с природой, он просто исходит из совести. И когда человек начинает немножечко не спешить, да, в принятии решений, не кидаться на выгоду, да, когда он немножечко притормаживает, и вот месяц пожить просто с акцентом наблюдать за собой, а правильно ли я поступаю, да, а нужно ли мне туда идти, если я устроюсь на эту работу, будет ли это честно по отношению ко мне, буду ли я улыбаться на этой работе, да, что я в этой работе получу. Если человек в своих домашних отношениях, там, с женой или с мужем, да, между, там, детьми своими, да, особенно в отношениях с мужем и женой, ведь совесть, она не совсем понятна, да, как, например, ее сгармонизировать в отношениях, да, и совесть, она именно говорит о том, что если я немножечко уже не улыбаюсь со своей женой, да, или я с мужем уже не так его там хочу, да, я, например, просто выполняю обязанности, я не горю, да, я не встречаю его уже на пороге с работы, с улыбкой, да, как вот раньше было, как мы гуляли, это уже нарушение совести, то есть тут уже снижается вот и вибрация, снижается градус, снижается вот эта как раз целостная личность и начинает сыпаться, да, и чтобы вот она все время была, то нужно всегда держать, чтобы каждое утро ты проснулся и ты улыбаешься, ты доволен, что ты улыбнулся мужу, что ты, если в чем-то неправ муж, ты ему искренне сказал, нужна совесть, это же прямолинейность, да, это ответственность, это справедливость, да, не просто там ребенок что-то нарушил, да, по отношению во дворе к ребятам, и ты промолчал, это тоже отсутствие совести, да, нужно сказать, почему ты так сделал, а вот если бы с тобой бы так твой вот, например, там, лучший друг, вот ты поступил с мальчиком вот так, а сейчас давай перевернем ситуацию, и вот ты ценишь и любишь, там, например, своего друга Петю, да, и вот Петя с тобой так поступит, как тебе будет? Он скажет, мне будет больно, давай ты об этом подумаешь, давай. Вот, и смысл в том, что в маленьком социуме все полностью должно отрегулироваться, и тогда, вы не представляете, вот в группе просто отрегулировав вот этот аспект, у нас просто происходят чудеса, после 20 лет необщения с мужем, да, и непонимания происходит просто какая-то идиллия, да, с ничего, потому что изменились входные условия в жизнь, да, вот мы же все время, да, делаем практики, там, умер, родился, да, все проходит, проходит, прошло, и таким образом ты как бы умираешься и говоришь, я больше не буду жить, да, без совести, я буду жить сейчас по совести, я буду чувствовать каждого, если я переверну себя на его место и буду смотреть на себя со стороны, как я поступаю, и где мне неприятно на себя смотреть, как я поступаю, я буду выравниваться, да, и вы заходите с точки зрения «я хочу познать себя через совесть», тогда выстраивается дух, тогда дух занимает тело, тогда выстраивается вот эта божественная линия внутри вас, тогда выстраивается весь успех, тогда выстраивается изобилие, тогда выстраиваются отношения и улыбки с детьми, с родителями, с партнерами, любимая работа, даже которая может быть нелюбимой, становится любимой, потому что ты находишь там аспект творчества. И таким образом через совесть, если его взять в ядро, и сейчас, кстати, скажу, что именно сейчас, да, буквально вот неделю назад уже пошла как бы вибрация, которая идёт через совесть, не вот не в источнике, как Бог, Дух, там Святой Дух, да, вот эти вот красивые слова, они такие громкие, да, и чтобы люди не путались, что же такое Бог, Дух, как там его раскрывать, что делать, просто это пошло через акцент совесть, то есть совесть — это и есть Дух Победы, да, который всегда побеждает, и он не за войну, он за мир. Это акцент на мир, это акцент на бесконфликтность, это акцент на компромисс в отношениях, это акцент на честность, искренность в разговоре, да, в прямолинейность и выравнивать любого человека в работе, в делах, дома, в самом начале, а не ждать, пока он деградирует этот Дух. И поэтому совесть, вот можно как солнышко нарисовать внутри совести и нарисовать вот такие лучики, Бог, Дух, целостность, там, например, единомышленники, и получается сквозь совесть, да, у вас начнется движение идти в жизни сквозь совесть, и вы не представляете, какие волшебные вещи начнут просто происходить, если вы нарисуете это солнышко и проведете отношения с детьми, вот эти все лучики нарисуйте сквозь совесть. Таким образом вы сами себя как бы перерождаете внутри себя и выходите на самую-самую короткую линию к себе. Это самая короткая линия, это однозначно. И это вот у нас раскрылось, да, вот этот аспект раскрылся на ретрите, который вот сейчас только закончился, да, через одного участника, через мужчину. Это было так красиво, и именно после этого ретрита у ребят там вообще дома, ну, происшествия очень, ну, можно сказать, волшебные, да, так же, как и во всей группе, потому что мы эту тему проговорили. Вот сейчас я очень хочу проговорить ее для всех слушателей, да, потому что это самый-самый короткий путь. По многочисленным просьбам зрителей я создала множество мини-курсов. Сейчас вместо того, чтобы, например, погружаться в более глубокий курс, который занимает два, а то и три месяца, я создала маленькие мини-курсы, которые решают конкретно ваш запрос. Кому-то нужно гармонизировать отношения дома, кому-то нужно выстроить новую идею отношений, потому что отношения пошли на спад, а нужно всего лишь их откорректировать. Кому-то нужно выйти из внутреннего тупика, кому-то нужно решить финансовый момент и понять, почему деньги не приходят, кому-то нужно восстановить здоровье и активировать иммунитет. Также остается в силе курс «Научись правильно управлять своей энергией», который состоит из 60 уроков и полноценно раскрывает всю вашу силу, всю вашу мощь. Я добавила доступ к этому курсу до 6 месяцев, чтобы вы могли медленно, в своем ритме, со своей скоростью насладиться каждой практикой. Также идет набор на первый этап курса «Целостная личность» с моим присутствием. Сейчас мы продолжаем с первыми двумя группами, до сих пор мы находимся вместе и решаем много многочисленных интересных вопросов, двигаясь по курсу вместе. Также у меня запускается курс «Счастливое замужество». Это не курс «Просто выйти замуж», это курс, где вы встречаетесь в свою судьбу. Для того, чтобы увидеть объем курса, он длится от 3 до 4 месяцев, вам всего лишь нужно зарегистрироваться и получить чек-лист, в котором написаны все навыки, которые вы приобретете. Исходя из полученного чек-листа, вы сами примете решение, ваш это курс или не ваш. Для тех, у кого совсем нет времени на курсы, я предлагаю перейти и посмотреть на амулеты и талисманы в виде картин и в виде футболки. Они по умолчанию помогают вам восстановить всю вашу силу и всю энергию, отсеять ненужное, чтобы полностью наполниться собой, духом и исцелить свою душу. Поэтому все предложения находятся по ссылке под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok